Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Digital Currency Group. Это словосочетание ты слышал уже не раз. Что это такое? Это криптоимперия размером с 50 миллиардов долларов. Напомню, коллапс Теролуны в свое время это был крах компании размером в 41 миллиард долларов. И ты сам помнишь, к чему это привело. Что было тогда на рынке. Так что все очень-очень серьезно. Сегодня стали известны новости, о которых ты обязательно должен знать. Это очень важно для всего криптовалютного пространства. Но прежде чем мы к ним перейдем, не забудь поставить лайк. Для меня это очень важно. Давай наберем около трех тысяч лайков, как всегда. Если тебе нравятся такие быстрые включения с самыми важными новостями и событиями за день, обязательно поставь лайк, чтобы я это увидел. Мне будет очень-очень приятно. Для начала давай напомню тебе небольшую хронологию событий. Коллапс Теролуны привел к целой цепочке банкротств. Одним из банкротов оказался криптовалютный фонд 3 Arrow Capital. Из-за его банкротства большие потери понесла и дочерняя компания Digital Galaxy Group. А именно, GENESIS Trading. Ведь эта компания предоставляла кредиты 3 Arrow Capital. Ситуация усугубилась настолько, что уже в ноябре GENESIS заморозил вывод средств. Что в свою очередь имело последствия для таких компаний, как криптовалютная биржа GEMINI. Ведь GEMINI одалживал деньги GENESIS'у и своей программы GEMINI EARN. Именно поэтому основатель GEMINI, Кэмерон Уинклвас, опубликовал публичное письмо Барри Силберту с требованием вернуть деньги до 8 января. Об этом я снимал видео. Буквально на следующий же день после этого GENESIS сообщила об увольнении 30% сотрудников. При этом в августе прошлого года он уже сокращал на 20%. А DCG, как я говорил вчера, закрыла одно из своих подразделений. Кроме этого стало известно, что криптовалютная компания GENESIS привлекла консультантов для изучения разных вариантов развития событий, в том числе и банкротства компании. На сегодняшний день долги GENESIS'а составляют 1,8 миллиардов долларов, даже немного больше. Другая дочерняя компания GENESIS'а, Grayscale, также испытывает большие трудности. На что указывают цены, биткоин и эфириум, трастов, которые торгуются со скидками более 45%. Это означает, что инвесторы либо теряют доверие Grayscale, либо они имеют возможности обналичить свои биткоины и эфириумы. Ну, либо все сразу. Теперь, когда мы это все вспомнили, ситуация уже не кажется прозаичной. Эта история, если закончится плохо, может стать такой же громкой, как коллапсы Terra Luna и FTX. И сегодня стало известно, что ситуация совсем вышла из-под контроля и развивается стремительно, как снежный ком. Ведь в нее вмешиваются американское правительство, американские регуляторы, что уже является достаточно тревожным звонком. Крипто империя Digital Currency Group, включая и дочерние компании Genesis и Grayscale, попадает под удар сразу двух американских регуляторов. Министерство юстиции США и комиссии по ценным бумагам и биржам США. Куда же без нее? Я уже не раз говорил о проблемах DCG еще сразу же после коллапса FTX, и что это очень опасная ситуация. Конечно, Digital Currency Group это огромная криптоимперия с огромной инфраструктурой, которая касается слишком многих. И криптокомпании, и криптовалютных бирж, таких как Gemini, например. И самые тяжеловесные боксеры в этой империи это Grayscale и Genesis. Grayscale и вовсе является вторым по размеру биткоин-держателем в мире. И им точно не нужны преследования и расследования американскими регуляторами. Регуляторы уже посылают им запросы о раскрытии документов и внутренних финансовых переводов между DCG и Genesis. Видимо, подозревают отмывание денег или кражу денег, или еще какое-то мошенничество, подобное тому, какое было между FTX и Alameda Research. Это только первый шаг. Genesis уже несколько недель умоляет найти для него несколько миллиардов долларов. Но судя по тому, что у них начинаются тяжбы с регуляторами, они не только не смогут привлечь эти деньги, скорее всего, но еще и потратят то, что у них есть. Это только Genesis и Digital Currency Group, подумаешь ты. Как бы не так. Ты не забыл, что около месяца назад комиссия по ценным бумагам и биржам США фактически стартовала большой судебный процесс против Grayscale Trust, касаемо их обернутых активов типа GBTC. Ну да, этот процесс на самом деле начался с того, что Grayscale обиделся, что ему не одобряют Bitcoin ETF, но ответ SEC был и будет жестким. Этот регулятор, как мы знаем, стал особенно мстительным и злобным под руководством Гэри Генслера. Так что DCG, Genesis и Grayscale сейчас оказываются под плотным огнем со стороны регуляторов США. Похоже, они пытаются как минимум растянуть эту боль, а как максимум, либо получить контроль, либо разгромить. Если DCG, ее дочерние компании, не найдут инвесторов, до сегодня я бы сказал, что их мог бы кто-то профинансировать, помочь с закрытием долгов и так далее, без ликвидации их активов, то сейчас, когда американское правительство пришло за DCG, какой инвестор захочет вообще с этим связываться? Никто не хочет иметь дело с активами, которые стали токсичными. А Digital Galaxy Group стал таким активом прямо сегодня, когда попал под удар сразу двух американских регуляторов. Министерство юстиции и SEC. И этот удар не будет одноразовым. Это будет затяжной процесс, как это принято у той же комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эта ситуация становится все хуже и хуже день ото дня. Я сам поражаюсь этому, но что есть, то есть. Я говорю только то, что есть. Ситуация стала хуже. По-другому это просто нельзя назвать. Разгром империи DCG может быть очень болезненным, но замечу, что его пережить мы сможем. Наверное, даже будет лучше его пережить. Меньше централизации, меньше бумажных биткоинов, меньше генеральных директоров, больше того, ради чего изначально биткоин и был создан. У биткоина никогда не было генерального директора, и он себя прекрасно чувствует. Поэтому, может быть, все это и к лучшему. Кстати, посмотри на вот эту таблицу. Хотел тебе ее показать еще раньше, но забыл, поэтому покажу сегодня. Это те самые активы, которые пострадают больше всего, если грейскейл придется ликвидировать их для того, чтобы покрыть долги генезиса. Посмотри внимательно на них. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересно, не забудь поставить лайк, а также подписывайся на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы говорим о самых громких событиях из мира криптовалюты и экономики на регулярной основе. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok